Друзья, всем привет! Сегодня мы находимся в главном городе Крыма. Это город-герой Севастополь или город русских моряков. Здесь мы сегодня оказались впервые, будем на ролях туристов все изучать, со всем знакомиться. Сейчас мы находимся в самом центре города, это набережная. Будем гулять и буду делиться своими первыми впечатлениями. Сегодня Севастополь считается морской крепостью Юга России. Он по праву является главной военно-морской базой Черноморского флота. Это крупный незамерзающий морской порт. Севастополь находится в центре Черноморского бассейна, на стыке восточной и западной цивилизаций, в сердце великих торговых путей. В переводе с греческого – «святой город». Его ландшафт определяют многочисленные бухты – Севастопольская, Графская, Южная, Карантинная, всего их 26. Итак, самое интересное, где мы остановились. Сняли мы квартиру на Авито в спальном районе, улица Репина. И сейчас вам покажу, что можно за свои деньги снять в Севастополе. Итак, мы сняли вот такую вот однокомнатную квартиру, стоимость 2000 в сутки. Ну, начинаем с коридора. Здесь вот стоит холодильник, будем хранить здесь еду, соответственно, кухня. Здесь мы будем кушать. Как сказала хозяйка, здесь всё есть. Посуда, ну, то есть можно готовить самим. Здесь в квартире четыре спальных места. Нас трое, поэтому каждый точно найдёт, где ему будет комфортнее спать. Есть здесь и интернет. Wi-Fi, так что можно будет подключиться. И самое, по-моему, классное, что здесь есть, это вот такая вот веранда, балкон, где можно спать. Я думаю, это станет моим любимым здесь местом, потому что свежий воздух. Смотрите, и можно отдыхать. В квартире ещё вот такой вот туалет с ванной совмещенным. Ну, для того, чтобы поспать. Да даже если бы здесь жили гораздо больше, я думаю, здесь очень комфортно. Интерьер советский, но мне более чем нравится, потому что здесь очень чисто. И если анализировать рынок недвижимости для съёма посуточно, то в среднем где-то вы отдадите за съёмную квартиру или номер в гостинице где-то 1700 и где-то 2500. Ну, конечно, цены могут быть до бесконечности. Но это вот где-то такой средний сегмент. Не, так скажем, не слишком роскошно, не слишком убито, а просто комфортно для того, чтобы остаться в городе, переночевать, погулять. Я думаю, здорово. Сейчас мы находимся на раскопках древнего античного полиса Херсонес Таврический. Он был основан 25 веков назад греками-переселенцами. Только подумайте, 2500 лет назад сюда приплыли на своих кораблях греки. Древнее только Керчь, Пантикопей. Именно здесь вы сможете прогуляться по улицам настоящего древнего города и понять, как жили люди в то время. Здесь, на территории Херсонеса Таврического, очень много красивых мест для отдыха. И можно сделать очень живописные фотографии, посидеть в тени на лавочке и понаслаждаться красотой. Здесь, например, фонтан, цветут розы. Ну, невероятная красота. Я всем советую сюда приехать, если вы окажетесь в Севастополе. Севастополь – это город на холмах. И здесь постоянно спуски, подъемы, лестницы. И мы, гуляя по улицам, уже в этом убедились. Какая здесь местность. Лестницы, лестницы одни. Ну, это очень необычно вообще. Первое впечатление от Севастополя, что он не похож ни на один другой город. Честно, я бы устала постоянно ходить по таким горам. Ну, поэтому, наверное, Севастополь называют городом на семи холмах. Первое, что я успела заметить и отметить для себя, что здесь очень много предлагают экскурсий. Здесь разные маршруты предлагают. В среднем где-то 45 минут, либо час. Но пока хочется все-таки погулять по этому городу, посмотреть, чем же так славится Севастополь. Сейчас самый разгар летнего сезона. Все приехали. Крым в этом году просто, я думаю, забит туристами. Вы просто посмотрите, сколько народу. На катере экскурсии. Очень красивые катера стоят, лодочки разные. Я вижу, что на берегу есть также рестораны, кафешки. Можно купить мороженое, попить что-нибудь, охладиться, потому что день сегодня... Посмотрите, какой солнечный и жаркий. Да, действительно жарко. Я еще не привыкла к такой жаре, и у меня уже, честно говоря, даже плечи начинают подгорать, подрумяниваться. Цвет водички просто шикарный. Голубая вода. Очень красиво. Я думаю, наверняка кто-то из моих зрителей уже был в Севастополе. Напишите свои впечатления от этого города. Где вы вообще были? Что вы советуете нам еще здесь посетить? Потому что я думаю, мы точно вернемся, потому что мне уже здесь нравится. Это настоящий и очень, причем, колоритный морской город. В самом Севастополе очень много парков. Я, когда готовилась к этой поездке, изучала, я удивилась, как их много. То есть Севастополь меняется. И, как говорят местные жители, за эти 7 лет он изменился до неузнаваемости. Вот он, памятник затонувшим кораблям. Мы пришли к Графской пристани. Накадили по бокам, приглашаем. Здесь также предлагают покататься на катере по бухтам. Вот я читала, что в основном здесь всякие катера. Но, как показала практика, мы уже прошлись. Везде предлагают эти экскурсии. Сколько людей, экскурсии. Группами люди приезжают. Едем сейчас на водную экскурсию. Тысяча рублей за троих человек. Вот на таком катере будем отправляться. Отправляемся от набережной на катере на экскурсию. Наши цели экскурсия начала целиком Морского бульвара от набережной Крымарского бульвара, который уже полосу передвижала Россию на мою же подразделение властово-османское плыве. Ну что ж, вот я прошлась по всей набережной. Она длинная. Интересно было пройтись, посмотреть. Ну и такое типичное прогулочное место. Мне понравилось. Я точно рекомендую сюда приехать, погулять и обязательно съездить на водную экскурсию. Следующим местом, которое мы решили посетить, стал мыс Фиолент. Я думаю, многие слышали про него. Это одно из самых красивых мест под Севастополем. Всего лишь 15 километров. Посмотрите. Ну, невероятная красота. Так и хочется смотреть на все это. Севастополем. Это то место, про которое можно сказать, что здесь и красиво, и страшно. Потому что, посмотрите, какие обрывы просто. А внизу очень здорово кататься на лодочках, яхточках. Они проплывают между двумя этими камнями. И вода здесь просто прекрасно голубого цвета, очень чистая и холодная, это точно. Также можно спуститься вниз на пляж, что многие делают. Недалеко от мыса Фиолента находится знаменитый пляж Баунти, бухта Александры. И сейчас мы тоже ее увидим своими глазами. Вот эта бухта. Посмотрите, действительно идеально прозрачная водичка. Все-таки какие на южном берегу Крыма красивые пляжи. Невероятно. И какие красивые виды. Правда, спуститься в эту бухту непросто. Но вижу, что там внизу люди отдыхают. Здесь просто место невероятной силы. Здесь такое спокойствие. Посмотрите, там окошки даже. Ничего себе. Это получается, там тоже помещение в скале. Весь город очень колоритный. Прям южный такой настоящий городок. Узкие улочки, домики такие необычные. Улицы города около зданий. Вверх так поднимаешься. Лестница до самого верха, до часовни очень длинная. Ну, посмотрите, какой вид открывается.